Сегодня во всех библиотеках страны для школьников состоялась Российская литературно-географическая олимпиада «Символы России». Мероприятие инициировано Государственной детской библиотекой. Олимпиада проводилась при поддержке Министерства культуры России. Отметим, что библиотеки становятся площадкой олимпиады во второй раз. В этом году проект приурочен к Году экологии особо охраняемых территорий в России. На олимпиаде в Центральной библиотеке побывала и наша съемочная группа «Репортаж» Дарьи Самородовой. Она любит Пушкина без ума от Достоевского. Александра Журавель с самого детства крепко привязана к книгам. В этом году шестиклассница решила впервые принять участие во Всероссийской литературно-географической олимпиаде «Символы России». И применить свои знания на практике. К интеллектуальным состязаниям готовилась ответственно. Александре потребовалось 15 минут, чтобы ответить на все вопросы и сдать работу на проверку. Задания были более среднесложные, но в самом последнем, в десятом, я немножко задумалась. Когда надо было олицетворить характер одного героя по стихотворению, которое написали, я там задумалась немножко. Я думаю, что у меня получится, что я смогла решить все максимально, то, что у меня было понятно, что что я поняла, я то написала. Думаю, получилось. На выполнение олимпиады школьникам отводилось 45 минут. За это время нужно выполнить тестовые задания и письменно поразмышлять над предложенным отрывком стихотворения. Вся олимпиада была посвящена Году экологии. Ее главная цель – повышение интереса у подростков к природе и литературе нашей страны. Сама олимпиада литературно-географическая. То есть здесь подразумевается предварительное изучение детьми литературы, определенных географических каких-то тем, чтобы полностью быть готовыми к вопросам. Вопросы непростые, вопросы, можно сказать, с подвохом есть некоторые вопросы. Один вопрос, самый главный, это последний, десятый вопрос, требующий развернутого ответа, который как раз-таки покажет, насколько подготовлены были дети к олимпиаде. Сегодня такие олимпиады прошли во всех библиотеках нашей страны. Чтобы стать победителем, участнику необходимо набрать 100 баллов. Даниил Петкун уверен в своих знаниях и с удовольствием примет участие еще раз в такой же олимпиаде. С девятью вопросами я справилась хорошо, с десятым мне пришлось подумать. Я думаю, мой результат будет чуть ниже отличного. Свои результаты школьники смогут узнать уже завтра в своей школе. Победители получат книжные подарки и дипломы, а их имена будут размещены на информационных ресурсах организаторов Олимпиады всероссийского уровня. Дарья Самородова, Григорий Волков, программа «Время местное».